Дорогие друзья, давно уже людям в разных интересных ситуациях рассказывал очень поучительную историю философскую и решил, что теперь надо ее озвучить в видео для всех. Если совсем кратко сказать, мы постоянно видим и сталкиваемся с тем, и я в эфирах озвучиваю, что у нас наблюдается крайняя инфантильность мужчин, неготовность их отвечать за свои дела, поступки, полные нежелания брать на себя ответственность, отсутствие мужества, много всякого печального. Корни этого, к сожалению, очень глубоки, являются результатами системной работы на продолжение многих поколений. Вот пример одной, один из примеров такой системной работы хочу привести вам, тем более, что он перед глазами, и каждый может сам его просмотреть, проверить, проиллюстрировать для самого себя, так сказать. Итак, кого мы знаем из великих литераторов, что-то там писавших о войне? Первым на ум очень многим приходит Лев Николаевич Толстой. Господи помилуй. Ну, война и мир, и вся эта дичь в четырех томах. Интересно, почему так? Сам Толстой к отечественной войне 12-го года не имеет никакого отношения. Он участвовал в боевых действиях много позже, во время крымской кампании. Севастопольские рассказы его были, да, неплохи. Но основную известность ему дали война и мир, и вся прочая антивоенная ересь, вплоть до его бесовщины Толстовщины. Типа того о непротивлении злоусилою и так далее, пусть всех наших вырежут. Кстати, когда под конец жизни он резко испугался ада и ломанулся к священнику за покаянием, близкие и всякие рептилоиды его не пустили, так и умер без покаяния. Воистину, люта смерть грешника. Так вот, что я имею в виду? Что Толстой написал гениальный роман об отечественной войне, знают, кажется, решительно все. А вот кто знает, что Денис Давыдов, ну спросишь Денис Давыдов, кто такой, ну вроде был такой партизан в отечественную войну, скажет, просвещенный читатель. А многие его и не знают из тех, кто знает Толстого. Так вот, что Денис Давыдов не только один из первых командиров партизанских отрядов, достигших наибольшего успеха в отечественную войну, а еще и создатель книги «Теория партизанского действия», которая до сих пор не утратила свою актуальность, практического пособия по действиям партизанских отрядов, автор целого ряда книг о Великой Отечественной войне 2012 года, автор множества стихов известнейшей поэтсов времени. Так вот, никто и не узнает. Из современников, я думаю, для многих это будет потрясающим открытием. Как так получилось, что автор, у которого, который ничего не понимал в отечественной войне, у которого представление о войне в духе находится, как у него там написано, что два низкорослых человечка между собой что-то не поделили, это два императора повздорили, из-за этого множество людей друг друга убивали, у которого представления о войнах находились на таком детском уровне, он вознесен в светилом из толпы мысли и зеркала русской демократии. Впрочем, теперь мы знаем, что слово «демократия» называется «демонократия». Власть, когда из бесесы вырываются из ада и им дают власть над людьми. Так вот, когда такой человек вознесен в светило литературы, а настоящий знаток войны отечественной войны 12-го года никому неизвестен. Как так получилось? Почему так? А двигаемся дальше. Следующие два примера, очень интересных. Война Первая мировая. Из западных авторов кто придет на ум нашему читателю? Конечно же, Эрих Мария Ремарк. Все плохо, на Западном фронте без перемен, грязь слякоть, бухаем, ждем смерти. Вот мы дембельнулись, опять бухаем, кругом туберкулез, все беспросветно ждем смерти. Да, вот это литератор. А кто из слушателей знает Эрнста Юнгера? Эрнст Юнгер – один из создателей тактики штурмовых подразделений и ее воплотителей в жизнь. Человек в 18 раз был ранен, кучу раз мог дембельнуться, но возвращался в строй свое подразделение. Ему принадлежит эпохальное описание ранения в грудь с гематораксом, когда он пишет, что ему грудь прострелили. Лежу, чувствую, задыхаюсь кровью, захлебуюсь. Думаю, если сейчас сяду, станет легче. Сел, кровь хлынула из ран, стало легче. Огнем удерживаю противника, пока наши очищают окоп. Вот это человек. И ему принадлежит множество книг об этой войне. Вы знаете об этом? Один из самых известных романов «В стальных грезах». Но я был поражен, когда увидел в одной из библиотек книг у него штук шесть разных о Первой мировой и вообще философских. И кто знает Эрнста Юнгера? Это ему принадлежат потрясающие слова. Когда ты во главе колонны идешь сквозь ликующие толпы гражданских, ты чувствуешь себя как жертва, которая должна быть брошена на алтарь Отечества, чтобы защитить всех этих людей. Никто в западном мире не пропагандирует Эрнста Юнгера. Зато Мария Ремарк – наше все. Ну и третий пример литературы. Кого из известных летчиков-истребителей, авторов, вы знаете? Ну, все завизжат Сент-Экзюпери. Все это «Маленький принц», «Хочу ли я», «Могу ли я», «Магнолия», «Монголия». Если сказать кратко, все это недомужское, я использую мягкий термин «творчество». Оно из его реальной боевой работы вполне происходит. Кто случайно не знает. Он был пилотом «Лайтнина» в Нормандии. Пилотов «Лайтнина» там называли «мясники». А почему? Потому что эти самолеты для боя с вражескими степителями не подходили. Их используют исключительно в тех местах, где не было никакого противодействия. Они имели приказ с воздуха уничтожать все живое. И они охотились не только на немцев, но и на мирное население, коров, собак. Вообще уничтожали все. Потому что, во-первых, Великобритания рассматривала Францию как геополитического соперника. И в то время использовала концепцию максимального разрушения населения, уничтожения живой силы. А во-вторых, разбирать с воздуха особо было нечего. Вот такой человек написал книги, из которых все неопределенно и все никак. И его раскручивает как литератора. А кто знает, что Никита Иванович Кожедуб написал потрясающую совершенно книгу свою, в которой он описывает свою боевую работу. Ух, такой толщины книги я читал. Вылетели они в полет парой, прикрывать наши войска. У ведомого отказал двигатель. Он вернулся на аэродром. Дальше слова Кожедуба. Лечу. Вижу приближающиеся самолеты противника. Быстро посчитал. Около сорока двух. Если не нанести по ним удар, они ударят по нашим войскам. Принимаю решение атаковать. Вот это мужчина. Вот это настоящий человек. Кто знает о его книге? Кто читал его книгу? А теперь давайте задумаемся. Случайно ли получилось так, что всяких... Я уберу всякие эпитеты, грубые, осуждать нехорошо. Я скажу мягко. Недомужчин, пропагандирующих недомужские ценности. Знаем все. А как получилось, что их современников, либо предшественников, гораздо лучше описавших те же события, чем они, не знает никто? Само так получилось? Или это результат длительной, планомерной, дорогостоящей, очень упорной работы? Так если второе, понятно, что ситуацию нужно исправлять. А то я хочу сказать, у нас очень распространенная тенденция. Мне сейчас в письмах пишут. Правительство плохое, власти плохие, страна плохая, денег мало. Вывод. Делать ничего не буду. Не делай ничего. Лучше сразу уедешь отсюда в Верхний Ларс, чтобы мы знали, что ты уехал, и на тебя не рассчитывали. Те, кто остаются здесь, ребята, предстоит очень сильно напрячься, просто для того, чтобы выжили наши дети. Самим нам шансов вообще мало. Поймите для себя это. Ну и понимая корни проблем, легче бороться со следствием. Словом, обдумайте, пожалуйста, все, насколько серьезно лежат корни того кризиса духовного, морального, психологического, в котором мы все сейчас оказались. Мужчины, пора быть мужчинами. Мужчина, пора быть мужчинами.